Привет друзья! Недавно получил новую платформу для разработки проектов на ардуино и сегодня будем в ней разбираться и так открыв посылку в ней можно найти небольшую коробку. Внутри лежит сам микроконтроллер, соединительные провода и шнур с Type-C разъемом. Еще есть наклейки, инструкция по установке драйверов на компьютер и инструкция по работе. Платформа называется M5Stack. Название можно расшифровать. 5 это размер стороны контроллера, ну реально там чуть больше 54 миллиметра. А stack это значит что контроллер легко расширяется дополнительными модулями, соединяясь один поверх другого. Такая сцепка не требует дополнительных проводов и можно быстро переделать проект из одного под другую задачу, используя один и тот же контроллер или модули. При подключении питания контроллер сразу запускает демонстрационную версию прошивки. Динамик пищит мелодию загрузки. Далее цветовая палитра экрана. Сканирование Wi-Fi сетей. Проверка содержания флешки. Ну тут ошибки, потому что флешка не установлена. И проверка кнопок. Платформа построена на новейшем чипе ESP32, поэтому имеет большой функционал и все гигантские возможности этого микроконтроллера. Работает на частоте 240 мегагерц и объем памяти составляет 2 мегабайта. В продаже также есть версия на 4 мегабайта. Спереди расположен цветной LCD экран 320 на 240 точек. На него можно выводить как текстовую информацию, так и рисовать. Сразу под ним находятся три кнопки. На них можно назначать выполнение разных функций и обработки. Есть встроенный Wi-Fi для подключения к сети. Ну то есть можно будет веб-сервер установить и управлять платформой удаленно, либо использовать ее как пульт для управления. Далее есть Bluetooth, встроенный динамик и еще есть картридер для microSD карт памяти. Но и это не все. Платформа сразу продается с модулем автономного питания на 150 миллиампер. Он уже установлен в съемную плату расширения. Откроем ее. Ну вот он, внутри корпуса маленький аккумулятор. Ток потребления при работе в демонстрационном режиме составляет 185 миллиампер. Таким образом получается, что этого аккумулятора хватит примерно на 45 минут автономной работы. Наверное, аккуму можно заменить на более емкий, если найти такой же тонкий, либо напечатать новый большой корпус и установить туда сразу большой аккумулятор. Для работы с платформой нужно установить драйверы и библиотеку. Для этого проще всего зайти на официальный сайт m5stack.com, выбрать раздел Downloads. И тут откроется меню, в котором есть все необходимое. Нас интересуют нижние два пункта. Это ESP32, Arduino и DE185. Это готовая и полностью настроенная программная оболочка Arduino. Нажимаем International Download и попадаем на Яндекс.Диск. Колхоз, конечно, но это самый простой способ. Скачиваем файл, распаковываем и просто запускаем Arduino.exe и загрузится стандартная оболочка. Но уже с подключенными библиотеками для работы с m5stack. Есть другой вариант, то есть, ну, более правильный. Он написан в инструкции на гитхаб. Не сложный, просто внимательно по строчкам нужно пройти и по шагам его и выполнить. И после установки ESP32 понадобится только добавить в среду Arduino IDE библиотеку m5stack. Устанавливал и так, и так оба способа работают. Еще может понадобиться установить драйвер для ESP32. Это последний пункт в меню на сайте, но у меня он установился автоматически. После этого в разделе для примеров появится пункт m5stack. В нем три десятка различных примеров. Работа с экраном, с кнопками, с Wi-Fi и спикером. Разные демки. Они позволяют быстро освоить платформу и понять, как с ней работать. Загрузим в платформу демонстрационный тест. Для этого нужно выбрать плату m5stack core ESP32. Установить скорость загрузки 921 килобит. И выбрать компорт, на котором висит микроконтроллер. Далее жмем загрузить. И видим на экране доработанную демку. Еще можно загрузить такие часики. Или такие часики. А благодаря встроенному аккумулятору они могут работать автономно. Симпатично смотрятся на столе. Ну, я немного доработал код. Так, кажется, получилось получше. Среди примеров есть еще радуга. Ее тоже немножко доработал. Звездное небо. Ну, тут прям вообще красота. Аналоговый стрелочный индикатор. Еще одна демка возможности экрана. Столбики-индикаторы. Тест спикера и кнопок. Ну, и давайте качнем игрушку. Flappy Bird. Скачал ее с гитхаба. Загружаем в микроконтроллер. Преми-ил-батоне-централе. Фу-го-го-го. Говорит, надо центральный батон сжать. Ну, в смысле, кнопку. Да ну, это игру. Невозможно пройти. Ладно, давайте сделаем что-нибудь свое. Крутейший серво-тест для управления сервоприводом. Для этого понадобится сама машинка и три провода. Подключаем 5 вольт, массу и сигнальный провод на G5. Это пятый пин в программе. Для лучшей индикации я закрепил зубочистку на сервопривод. По нажатии кнопочки уже что-то происходит. Но это как-то неинтересно без использования экрана. Дописал программу и получил крутой серво-тест цветным индикатором на экране. Как видите, я использовал стрелочный индикатор, который был в одном из примеров. Получилось круто. Кнопки влево и вправо меняют угол отклонения на 10 единиц. Ну, это типа градусы, но тут ход у машинки меньше, чем 180. А нажатие на центральную кнопку позиционирует сервопривод по центру на 1500. То есть центрирует его. Но это полезно в авиамоделизме. Конечно, это не все. Платформа продается в двух вариантах. Простая версия, как у меня. И версия MPU9250. В нее дополнительно установлен акселерометр. И 4 мегабайта памяти. И так как это стыкируемая платформа, то для нее выпускаются готовые модули, которые подключаются в разъем снизу. Есть большой модуль ввода. Он представляет из себя клавиатуру, геймбой и калькулятор в одном лице. Есть GSM-модуль для сотовой связи. Есть модуль с увеличенной батареей на 850 мА. Еще GPS-модуль для приема сигнала со спутников. Ну и некоторые другие модули. Для работы же со своими электронными компонентами продается небольшая макетка. То есть на ней можно спаять любое устройство. И она будет подключаться к микроконтроллеру, как внешний модуль. А корпус для нее можно напечатать на 3D-принтере. Либо для экономии можно просто купить разъемы отдельно. Что в итоге? Платформа новая. И проекты на ней только начали появляться. Со временем их станет значительно больше. И можно будет просто загружать и использовать готовые программы. И модернизировать их под себя и под свои задачи. Сегодня уже без проблем можно скачать погодную станцию, индикатор курса валют, GPS-трекер с картой и некоторые другие программы. Модульность позволяет быстро модернизировать проект, не отлавливая разные глюки подключения и коммутации. То есть с ней вам не придется возиться с экраном, подбирая библиотеки и подбирая провода, какой куда нужно подключить. Да банально, кнопки подключать не надо. Тот же счетчик подписчиков на YouTube-канале или часы делаются быстро. И появляется возможность синхронизировать время по интернету. И загружать погоду с сайтов. В общем, крутая штука. И я уверен, она найдет свое применение. Ссылки на контроллеры и модули расширения будут в описании к этому видео. А сегодня на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok